После того, как прошел конкурс «Перял там Москва транзит», он проходил здесь в Москве, я была уже известна человеком, да, и этот конкурс прошел в Москве, и, в общем-то, можно сказать, что на следующий день практически я там проснулась знаменитой, да, и в очереди за картошкой уже, вот, меня пропустили без очереди. Татьяна Абрамова И как это часто бывает в кино, мечта становится реальностью. Танюша оканчивает Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности актер и режиссер драматического театра. Но по стечению обстоятельств она оставляет Северную Пальмиру и перебирается в суровую, многостеприимную Москву. Сегодня Татьяна Абрамова, известная в театральных кругах актриса, продолжает с честью штурмовать кинематографический парназ. Дом – это все-таки дом, да, то есть это не многоэтажное строение, когда я тоже приезжаю, вижу эти дамы, думаю, господи, как. Дом – это все-таки тоже раньше жили в этом муравейничке, это все кошмар, видишь, все подъезды, эти соседи. А здесь прекрасно вышел, вечером допоздна сидеть на улице, можно завтракать на улице, так прекрасно. Сейчас слетит. Нет, я не устаю и как-то абсолютно нормально, в общем, себя здесь чувствую. Во-вторых, как бы мы живем тут, получается, в черте подмосковного города. И город очень милый, и мне тут нравится, и все-таки мы имеем всю инфраструктуру города, но в городе не живем. Не могу сказать даже, в каком бы районе Москвы я бы хотела жить. Как-то для меня очень сложно придумать. Может быть, один какой-то, вот только район, там, вот, может быть, возле театра Советского Армии, вот такой вот район, возле Екатеринского парка. Потому что мне там, ну, чем-то немножко напоминает, там, Питер как-то, ну, что-то как-то там, потому что парк есть рядом, очень такой симпатичный, красивый. Там все-таки такие два озерца каких-то в этом парке есть, прудика такие там, пруды. Да, именно потому что этот парк называется Екатеринским, и как-то напоминает мне все-таки Санкт-Петербург. Он его напоминает и внешне, да, то есть все-таки какие-то вот архитектурные даже строения полянок, что есть какие-то холмики здесь, пруды, островки. Такая небольшая ротонда, какие-то беседки здесь есть, в общем, очень напоминает парки Санкт-Петербурга, наверное, поэтому мне здесь больше всего нравится. А во-вторых, здесь совсем другой воздух, что смешно очень, находится, в принципе, в центре Москвы, но воздух здесь всегда очень чистый. И, видно, здесь как бы собираются всегда очень приятные люди, всегда ходишь, смотришь, что-то такие бабушки, дедушки, всегда интеллигентные, красиво одетые. Особенно здесь красиво на 9 мая, мне здесь нравится всегда, потому что здесь ставят пушку прямо возле театра Советская Армия, здесь салют, и мы всегда здесь смотрим с детьми. Салют! Я частенько здесь бываю, да, очень люблю это место, и вот если бы я захотела бы иметь квартиру где-то в Москве, то обязательно рядом вот с этим парком. Я в свое время и снимала здесь недалеко квартиру, поэтому как-то и привыкла к этому месту, так что вот в принципе в Москве это одно из моих любимых мест. Сколько в небе звезд, сколько над землёй нашей песен, Мы с Татьяной играем вместе в спектакле «Не будите спящую собаку». Я вам могу сказать, что лучше, надёжнее партнёра на сцене у меня никогда не было, потому что это человек, который знает абсолютно весь рисунок, не только своей роли, но и всех партнёров. Она всегда поможет подскажет текст, если кто-то где-то его забыл. Она всегда там моргнёт, мигнёт, плечом поведёт, чтобы подсказать своему партнёру, что если где-то что-то он не так сделал. И как-то так сложилось, что я никогда не думала, честно скажу, вот что мы будем с Татьяной Абрамовой такими прекрасными подругами. Вы знаете, я была достаточно взрослым человеком, и без детства была очень самостоятельным, и всегда право выбором было за мной. Я никогда не помню, чтобы родители что-то мне навязывали. Я хотела, ходила в музыкальную школу, не хотела, не ходила в музыкальную школу. Но я понимала, что она мне нужна, эта музыкальная школа. Мозгов у меня хватало, и её не бросили. Просто начиналось всё сразу. То есть я занималась тем с детства, и пением занималась, и делала какие-то установки драматические, ещё в школе участвовала во всех спектаклях, вечерах и так далее. И мне было интересно и то, и другое. И никогда не хотелось что-то бросать. В общем-то, я благополучно занималась одновременно и тем, что пела на эстраде, и тем, что снималась в кино, и тем, что работала в театре. Добрый вечер! Спасибо вам большое, что вы пришли. Это не значит, что пора уже уходить. Я на самом деле очень рада вас всех здесь сегодня видеть. В городе Тюмени, где я заканчивала школу, училась, была выездная приёмная комиссия. Да, вообще, я поступила, да, с первого раза, но я поступила в театральное в Москве, но я не поехала учиться в Москву. Не нравилась мне Москва. Конечно, этот город уже стал для меня родным Москва, безусловно, потому что здесь живут мои родственники, здесь живут мои друзья, здесь родились и выросли мои, растут мои дети. Но вот я имею в виду, что не очень люблю Москву по архитектуре, я немножко её не понимаю. Мне нравится эта эклектика московская. То есть, если бы всё сохранили как-то красиво, и старая архитектура, старые исторические здания не перемежались с современными, не всегда удачными по архитектуре строениями, тогда, может быть, как-то в этом был бы весь смысл города. Не люблю я современную архитектуру, отношусь к ней. Нет, бывает разная архитектура, да, современная, новые постройки, но стиль именно вот этот хай-тейк, выстеклённое всё, да, практически безликое, да, какие-то стеклянные, неимоверные высоты дома. Мне кажется, что в этом нет ничего красивого. Я всё-таки сторонница именно традиционной архитектуры, чтобы у каждого здания, у каждого дома было своё лицо. Ты письмо моё, милое, не конкое. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на твоём пути. Ну, успех – это, знаете, это же такая эмоция, да, это всё-таки, ну, что такое успех, да, это пик чего-то, да, позиции, к которой ты идёшь. Ведь важнее всегда ведь не сам этот пик людей, которые нормально к этому относятся, а сам путь, да, который ты проходишь тем или иным способом. Как ты его проходишь, каким ты способом его проходишь, очень тяжело, не очень тяжело, да, то есть успех без труда и без каких-то достаточно сложных историй не бывает. Он именно складывается вот так по кирпичику из каких-то очень сложных и непростых вещей, тогда он понятен. А так это, наверное, просто какое-то, если нет ничего, нет приложения каких-то твоих усилий к этому, ну, это, наверное, просто фортуна, да, просто удача, так ты это называешь. Вы знаете, как бы, да, кризис – это такая вот забавная, хорошая вещь, особенно всё, что глобальное, это вот прекрасно просто. То есть на это можно сваливать все, что угодно, все свои личные неудачи или там, наоборот, этим же кризисом запугивают нас всех, да, и говорят, что –ааа, такая прошилка для всех. Чтобы работать лучше, иначе вас уволят. Вы знаете, в этой ситуации, что я могу сказать, что, ну, каждый, ну, не знаю, мне кажется, что всегда нужно думать Не нам с вами думать глобальными, государственными масштабами Для этого есть люди, которые от нас же, собственно говоря, выбраны, которые должны это делать А мы должны заниматься собой, своими семьями, своими детьми и думать об этом прежде всего И находить какие-то способы выживания самостоятельно Не надеясь, что нам кто-то поддержит, не надеясь, что нам кто-то поможет Да, может быть, поддержат, да, может быть, помогут, но может, а может быть и нет Поэтому не надо надеяться на кого-то, на что-то Не надо все время жаловаться на обстоятельства, которые вокруг тебя Жаловаться на государство, жаловаться на правительство, там, еще на кого-то Да никто не виноват в том, что ты плохо живешь, кроме того, что у тебя самого Если бы у тебя была всегда цель жить хорошо, ты будешь жить хорошо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова